Здравствуйте, дозвонились до меня. С каким вопросом? Здравствуйте, хотела бы на карту вопрос задать. Так, ну, смотрите, да, лично отлично, но имена мы никакие не произносим. Если нужно, говорите, что в голове, я сейчас о нём думаю, да, вот так говорим, потому что это видео будет выложено в социальную сеть. Итак, давайте сначала посмотрим, что у вас в голове, мысли. Рутина. Это вот на карте мужчина сидит, смотрит в одну сторону, женщина сидит в одну сторону, смотрит в другую, и сидят за одним столом. Грибы тут лежат, ягодки какие-то, чай, разбитая чаша. То есть сейчас в голове, в жизни у вас рутина, как будто есть у вас мужчина, и в то же время его нет у вас, этого мужчины. Пьёте чашку, вот разбитая чаша, а мы знаем, что с разбитой чашки пить нельзя. Ну вот, попивайте чай, и, кстати, в эфире потом это видео посмотрите, поймёте, о чём идёт речь. Дальше. Высшие силы. Как вы видите эту женщину? Вам свыше всё виднее. В одной карте, как вы её видите. Она... Здесь у нас на карте, объясняю карту, сидит девушка, она пишет какое-то письмо, рядом птица счастья летает. Скорее всего, она... Либо ей надо сделать заказ... Вот это... Сейчас скажу, какой у меня... Гипноз. Либо... Вот что-то намекают, потому что здесь с письмом какой-то идёт, с сообщением. То ли она это только что делала, да? Ну, это ваши секреты, о чём вы там... Может, кому-то писали. Ну вот, либо сейчас находитесь, где лежит листок или ручка. Но там ещё птица счастья есть. Вот такая карта выпала. Вот так вас видят карты. Высшие силы увидели. То есть... Опишите, где вы сейчас находитесь. Почему они у вас так... В своей комнате. Там есть ручка или листочка? Да, у вас нет рядом. Ручка рядом. И всё правильно. Вроде бы мужчина есть, а в то же время его нет. Всё правильно. Ну вот, карты мои говорят всю правду, поэтому сомневаться в этом не стоит. А лучше максимально довериться и отправить тот посыл, который вы хотите услышать от них. То есть ту весточку, либо ту новость, либо тот совет, который вы хотите от высших сил услышать. Всё. Теперь, раз вы подтвердили, что это всё ваше, ну, приступаем теперь к вашим вопросам. Первый вопрос. Так, ну, как мне всё это сделать так, чтобы либо всё изменилось, либо чтобы это всё прекратилось? Как не действовать? Лучше. Зеркало. С пользой для обоих. Первая очередь, карта зеркала. Нужно подойти к зеркалу, привести себя в порядок, навести, так сказать, марафет на прическу, на лице, то есть либо это стройное тело, фигуру, то есть меньше жрать, либо наоборот много кушать, и потому что очень часто все думают, что вот я чё там я ел, одну капусту съел, и всё за весь день. Дорогие мои, а это большая ошибка. Организм думает, что завтра он останется голодным, и он начинает откладывать эту же капусту в бока. То есть наоборот, приведите, уважаемые, в порядок свой рацион питания, тогда и стройное тело будет. То есть ещё раз вопрос задайте. Как мне правильно поступить, чтобы наладить своё... Ответ. Ответ. Правильно поступить. Посмотрите на себя в зеркале, вспомните, какая вы была, верните себе, себя такую, какая вы была. Это вам ответ. Дальше, следующий вопрос. Как улучшить своё финансовое положение? Совет дайте, как улучшить её финансовое положение. Лень. Карта лени выпала. Либо они говорят, что пусть лучше больше отдыхает, и финансы придут. Либо наоборот. Говорят, что много ленится, и поэтому финансы не идут. Вот вы тут выбирайте. Не буду ничего говорить. Карта лени выпала. Ну, наверное, немножко, немножко стала чуть-чуть лениться, да. Стала с детьми на больничный ходить, раньше не ходила, сейчас хожу. Да, вот здесь лежат два маленьких зверя, вот волка, оленёнок ещё рядом с вами. Как будто вы действительно за детьми стали ухаживать. Чаще лениться, оставаться дома, больничный. Ну вот в этой карте вы потом этот эфир посмотрите и в записи увидите. Следующий вопрос. Так. Вот со средним сыном часто болеет. Что нужно сделать, чтобы он меньше болел? Средний сын, что нужно сделать, чтобы он меньше болел? Ревность. А это любимый человек был? Ой, господи, сын. Это любимый сын, в браке он родился. Правильно? Да. Смысл понятно? Да, да, да. Муж или вы, вы его сильно любите, больше всех? Ну, в принципе, да. Там потому что ревность идёт. От старших идёт? Да, от старших идёт, потому что прям здесь карту потом увидите, тут несколько людей на картине и написано «ревность». То есть, если вы кого-то любите больше, другие чувствуют это. У вас, скорее всего, много детей, они чувствуют это. и поэтому он болеет. Давайте ещё один вариант, почему он болеет чаще. Стена. Стена, непробиваемая стена. То есть, ревность тут мы разобрали, а со стеной как быть? Он стал очень мало спать. Так, ещё. Очень мало. И отдалился. От всех отдаляется. То есть, он стал болеть, потому что он построил между вами стену? Может быть. Потому что он стал не такой, он раньше был ласковый, добрый был, а сейчас он какой-то с ерошиной. Не спит толком, грубить начал. Ещё. Кушать стал больше, но толку от этого нету, то, что он кушает больше. Учиться, плохо учиться стал. Ему ничего не интересно. Кстати, он в последнее время стал говорить, что для чего жить, если смысла в жизни нет. Меня это пугает, вот если честно. Так, ну, насчёт именно среднего сына. Всё, что будет связано с 14 годами. Сейчас я другие карты возьму. Там у него будет немножечко не то. Сейчас посмотрю на картах других. Так как это у нас уже другой вопрос. Ну, раз вы уже его сами раскрываете, надо его раскрыть полностью. Так, высшие силы. Что с ним? Про кого? Вот сейчас думайте о нём в голове, имя хотя бы его. Вот она сейчас думает о нём, о нём думает, в голове у неё и имя. что в его жизни будет после 15 лет, когда ему будет 15 лет. Что-то будет дальше. Рыцарь мечей. Девятка мечей. очень плохие карты вышли. Очень плохие карты вышли. Рыцарь мечей. То есть, он пойдёт на такие подвиги, куда лучше не идти. Что-то такое. Он возомнит себе. Либо это какой-то он уйдёт из дома, убежит. Но девятка мечей, это вот тут клетка, да, вплоть до чуть ли не тюрьмы. То есть, очень плохие карты идут на после 15 лет им будет. Прямо как я сновидящий, так издалека говорю. Так, всё. А как-то это можно? Можно, можно, дорогая, но мы сейчас о другом говорим. Следующий вопрос. Ещё последний, и всё. по личным отношениям. Загадайте этого мужчину в голове. Мужчину в голове держите. Мы посмотрим, как он к вам относится или думает, что о вас. Хорошо? Загадали? Хорошо. Что он думает о вас? Подарок. Очень хорошо думает о вас, желает к вам вернуться, сделать какой-то сюрприз, подарок в ближайшее время. А вы это, в принципе, по интуиции чувствуете, хотя немножечко не хотите это принимать, но ждёте этого подарочка. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Итак, мы почти 15 минут были вместе. Вот такой вот расклад. Даже много чего коснулись того, что, в принципе, и не хотели. Укрепление семьи на дне колоды. То есть, вот этот мужчина, если он в голове у вас до сих пор, скорее всего, он будет возвращаться и вы будете дальше продолжать с ним общаться. Так, на этом всё. Отключаю камеру. Так, раз, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok,